а сознание становится причина обусловленным феноменом или или одной из хамс можно так сказать и в этом плане внимание буддизма несколько сближается современным европейским пониманием процессов сознания так как также не базируется на вечной неизменной душе вот и тут нужно сделать небольшой экскурс понятие дхаммы что такое дхамма термин этот крайне многозначен у него порядка 20 значений есть корень слова слова тхи то есть то то что поддерживает на напали на санскрите ну и в отечественной буддологии обычно используется 23 главных значений то есть хамма как учение будды мы с большой буквы пишем хамма как закон природы и если мы говорим о хаммах во множественном числе имеется ввиду кванты реальности как раз о которых я буду говорить вырастает идея идея хам вот этих квантов реальности из эмпирических наблюдений сама концепция была известна еще в брахманизме но в тараваде акценты немножко сместились и в тараваде применяется несколько способов классификации этих эмпирических наблюдений от наиболее простых и обобщенных более сложным и детальным вот первая первая классификация первое первое простейшее деление это нам арупа или как на русский язык переводит имя форма то есть нам а мы можем считать психику то есть нам она то есть тот что склоняется к объекту группа мы можем называть это материальности потому что от корня рук то что рушится то есть самое простейшее деление которое совершенно очевидно всем что все все наблюдаемые явления можно отнести либо к материальным либо с психическим второе деление второе деление которым будда говорила наиболее известна буддизм это пять совокупностей или панчаканха 55 куч такое деление буду уже во второй своей проповеди дает это тоже самое группа ведана санья самскара виньяна то есть материальность все все что относится к материи внешней внешнего мира либо внутренней нашего тела ощущение второй пункт это ведана то есть ощущение приятного неприятного нейтрального представление санья ну здесь можно выделить главный элемент сани это память как наиболее яркий такой то есть это процесс с помощью которого мы вообще можно что-либо постигать вот так можно сказать примерно затем самскара психические силы под ними почти все наши вся наша психическая жизнь будет подразумеваться и наконец 5 это сознание такое деление буду применял в первую очередь для борьбы с иллюзии идея это наиболее известны следующее деление которое буду предлагал это на 12 аятан то есть 12 сфер или или можно сказать 12 врат в это деление не входит сознание как таковое но через 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 подобную классификацию будда показывал те врата те двери посредством которых сознание появляется то есть система классификации очень простая то есть будда брал 6 наши индри 6 наших способностей к достижению соответствующих 7 8 9 10 11 пункта можно видеть нашему зрению зрению слуху обонянию осязанию телу и мышлению потому что ум в буддизме выделяется в отдельный канал восприятия именно для постижения ментальных идей скажем так и соответственно каждый каждому органу чувств соответствует своя сфера восприятия то есть глазу будет соответствовать все видимое уху будет соответствовать все слышимое носу все обоняемое и и так далее и уму вся все мыслимо и вот так таким образом какая-то она показывает пути возникновения сознания без которых сознание не может проявиться то есть сама классификация показывает пути для его входа в следующий момент времени следующий классификация похоже на 12 это она на тоже часто очень используются тех текст виден на экране я не знаю мелковато 18 хату или 18 элементов очень похоже на 12 это но здесь идет классификация как бы по другому признаку если 12 это показывали двери через которые входят сознание то 18 хату это элемент показывает те элементы которые мы можем наблюдать в потоке нашего бытия соответственно две первые шестерки видимость слышим и обоняем и вкушаем ощущаемое и глаз уха нос язык тела ум совпадают с аятанами но добавляется еще одна шестерка и здесь мы видим сознание зрения сознание слуха сознание обоняния сознание вкуса сознание тела и сознание ума интересно что сознание во всех этих случаях одно то есть с буддийской точки зрения вот в этой классификации сознание будет занимать двенадцатую позицию 13 14 15 17 18 но однако в классификации разделено на несколько частей это делается для удобства постижения потому что тот или иной вид сознания может возникнуть только в соответствии с тем или иным каналом восприятия то есть будда сравнивал как бы эти виды сознания с огнем буду говорил что подобно тому как огонь иногда называют по его топливу соломенным огнем если горит солома или дровяным огнем если горит дрова также и сознание в соответствии с каналом через которое оно появляется будет называться зрительным слуховым обонятельным и так далее этот этот способ классификации показывает также это что например с помощью ушей мы никогда не сможем видеть а с помощью носа чувствовать вкус каждый у каждого канала восприятия есть свой подвид сознания это кстати не так смешно выглядит потому что в 70-е годы например была целая традиция экстрасенсов помните когда пальцами пытались там видеть читать и так далее то есть с точки зрения буддийской обхитхама это ерунда такого быть не может ну и здесь могу привести слова будды на на эту тему и 12 айта на 18 хату благословенный сказал что такое все все это всего лишь глаз и форма ухо и звуки нос и запахи язык и вкусы тело и телесные ощущения ум и объекта ума это монахи называется все сады то есть если кто-либо скажет помимо этого всего я опишу иное то он не сможет объяснить на основании чего он делает такое утверждение и будет опечален этим почему потому что это вне его возможности то есть вот эти классификации показывают о том что некого феномена души я сознание вне вне того что мы можем из принять не существует никто не сможет это вас показать вот эти классификации на 5 на 12 это на 18 они конечно не являются конечно конечными я просто показываю как постепенно усложнялась комбинации комбинации и анализ хам буддизме и как в конечном итоге таравада оперирует 80 80 двумя типами хам или вот этих конечных реальностей тут от хамы выступают то есть четко и в качестве конечных реальностей это реальности которые далее не разлагаются нашим опытом или анализов и не обладая отдельным субстанционализмом там мы характеризуется следующими признаками то есть все 82 хотя это принципиально разные совершенно вещи но у них есть общие признаки которые примерно можно выделить то есть что во первых это мгновенность будет буддизм базируется на ханикаваде идеи то есть на том что все эти дхаммы существуют очень краткое время буквально микросекунды затем реальность то есть хаммы это реально существующие вещи элементы квантовых как раз это сложный вопрос то есть они не номинально это не условное деление существует раздельно дальше неразложимости неделимость в анализе то есть хаммы это предельное разложение с точки зрения буддизма и они не могут быть выражены через какие-то иные сущности далее дхаммы не имеют носителя то есть они сами несут свой признак в этом принципиальное отличие понимания дхаммы в индуизме и буддизме потому что в некоторых направлениях индуизма была идея дхармина как первоосновы непознаваемой которая проявляется в нашем мире в виде дхаммы буддизм с этим всегда спорил потому что если бы такой дхармин был то мы бы неизбежно пришли к идее души ничего буддизм допустить не может вот к сожалению очень сложно одним термином на русском языке передать весь контекст смысл термина дхаммы потому что иногда это понятие сближается с элементами в таком классе классическом понимании древнегреческом иногда даже с первоэлементами иногда можно говорить о дхаммах как о единичных процессах иногда как о неких квантах реальности или там строительных блоков опыта познаваемых только эмпирически либо анализом поэтому очень многозначный термин и с ним сложно сложно как бы работать но для удобства все 82 типа дхамм разделены в буддизме на четыре категории так называемые четыре параматхи то есть парама будет первичной адха вещь вот все 882 дхаммы делятся на четыре категории которые принципиально разные по своим качествам то есть первая категория это рупа то есть материальные дхаммы все что составляет материю внешнюю или внутреннюю вторая группа читатика это 52 дхаммы которые практически эквивалентны понятию психика наверное в европейском понимании треть третья категория это сознание или чита и тут очень интересно что сознание выделено в отдельную категорию и четвертое это не банахом третью четвертую категорию входит только по одной дхамме как я уже сказал являются реальными абсолютными но это не обозначает что они обладают природой абсолютных сущностей это обозначает что они далее не сводятся к любой другой реальности к некоему виду субстанции которые лежит в их основе и они посредством которые они возникали бы и в которые возвращались и все эти категории дхамм не могут быть выражены через три остальных категории то есть они все образуют реальность нас интересует вторая и третья то есть читайсика и читта две категории которые в общем-то занимаются тем что создают психику буддизм в чем принципиально отличие с европейским пониманием психики и сознания европейское понимание сознания включает обычно весь как бы наш субъективный опыт который отражая отражается как в сознании весь наш внутренний опыт включает всю психическую жизнь память воспоминания эмоции и так далее как правило все это мы так или иначе соотносим сознанием буддизм и сознание это отдельная дхама который занимается только познанием то есть 4 сознание может выступать в трех ипостасях то есть как агент являясь тем что что познает объект как инструмент то есть это то посредством чего сопровождающие частики познают объект и как деятельность то есть может выступать в качестве самого процесса познания объекта то есть вот обычно в трех таких значениях употребляют чита и хотя агент казалось бы познает объект и существует самостоятельно но тут есть принципиальное отличие от такой категории как внутренний наблюдатель который очень очень любит у эзотериков то есть подчеркнуть что чуть-то это не есть душа или какой-то внутренний наблюдатель скорее это нечто вроде датчика который является конечным таким регистром познания опыта и без читайся к он не работает и чита является причиной обусловленным феноменом который сам зависит от нескольких причин ну в частности в частности от нам арупы которые я в самом начале говорил ну и тут можно еще вспомнить цитату будды когда будды говорит если кто-то говорит в поиске я что я это сознание зрения ну к примеру или сознание слуха в цитате сознание зрения это не соответствует действительности можно распознать возникновение и исчезновение сознания зрения и поскольку можно распознать возникновение и исчезновение сознания зрения то у него получается что мое я возникает и исчезает поэтому если кто-либо говорит что я это мое сознание зрения это не соответствует действительности таким образом зрение безлично видимые формы безличные сознание зрения безлично То есть никакого внутреннего наблюдателя, эквивалентной душе, конечно, нет. Далее, категория Читасика – это психические процессы или инструменты познания, практически составляющие всю психику. Что в буддизме относится к Читасикам? Самые разные Дхаммы. То есть, например, сюда будет относиться контакт – это отдельная Дхама, внимание, однонаправленность сознания, валитивность, ощущение. Все это будет примером Читасика, все это будет являться Дхамами, то есть квантами конечной реальности. То есть вербальная и телесная коммуникация, гибкость и адаптивность ментальных состояний – это тоже будут Дхаммы. Гнев, лень, зависть, купость, алчность, бесстыдство – это тоже будет Читасик, это тоже будет Дхамма. Мудрость, любовь, сострадание, осознанность – это тоже будут Читасики, это тоже будут Дхаммы. Процесс познания объекта сознанием, как материального, так ментального, очень быстр. То, о чем мы обычно думаем, как о статичном сознании, на самом деле является серией мгновенных актов сознания, идущих с очень высокой скоростью. В качестве примера времени разбирать нет, приведу просто типичную схему из 17 тактов создания, с помощью которой постигается материальный объект. Здесь как бы на примере зримого приводится. То есть, не успею разложить подробно, буквально в нескольких словах скажу, что нас интересует особенно 4, 5, 6, 7 пункты. То есть, после того, как сознание переходит из потенциального состояния в актуальное, происходит обращение к одному из дверей восприятия. Это четвертый пункт. Это примерно как процессор обращается к одному из периферийных устройств. Есть такой такт обязательно работы. Переключение процессора, переадресация. Вот это панча-двара-ваджана, то есть 5 дверей восприятия. И затем идут несколько тактов зрительное сознание. Это первый контакт со зрительным объектом. Это практически удар по глазам. Если вы долго в комнате сидели, в темной, потом включаете свет, в первые секунды будет, вы ничего не видите, будет просто удар по глазам яркого света. Вот это как раз зрительное сознание. Затем регистрирующее сознание, когда мы начинаем видеть первые контуры. И следующее сознание, когда мы в целом примерно понимаем, что перед нами. И определяющее сознание, когда мы уже объект полностью постигли. Затем следует 7 тактов Джаваны, во время которых полностью сознание постигает объект уже во всей полноте. В это время как раз продуцируется камма в эти 7 тактов. И в конце закрепляющее сознание, 2 такта, которые усиливают этот процесс. Так, у нас уже 20 минут. Постараюсь. Сейчас буду сокращать, сокращать, насколько возможно. Тогда отказывайся. Да, 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 тогда буду выпускать. Ладно, тогда подробности опущу. Тогда буквально совсем в конце, чтобы мне сказать. К чему я говорил о тхамах? О сознании. В чем будет принципиальная схожесть с современной психологией? Как я уже сказал, сознание не оперирует понятием души. Это набор процессов. В чем будет принципиальное различие? Я тогда скажу, притом и с психологией, и с материальной наукой. Дело в том, когда будология говорит о тхамах, она представляет некие шарики, условно говоря, которые появляются в пустоте. Я примерно так воспринимаю тхамы. На самом деле, это, конечно, принципиально неверное понимание. То есть, тхамы, эти кванты опыта, строят весь мир в буддизме. То есть, я привожу обычный такой пример с пазлами. То есть, если вы строите картинку, наверное, из пазлов выкладывали, мы выкладываем пазлы, как отдельные тхамы. Это вроде бы легко для понимания, но человек при этом сознательно подразумевает, что у пазлов есть рамочка. Рамочка лежит на столе, стол освещается светом, и какой-то человек собирает эти же пазлы. С точки зрения буддизма ситуация будет иная, потому что картинка состоит из пазлов, рамочка состоит из пазлов, стол – это тоже пазлы, свет – это тоже пазлы, и сам человек, который собирает эти пазлы – это тоже пазлы. То есть, в буддизме, кроме тхам, кроме пазлов, нет ничего другого вообще. То есть, включая свет, пространство, все материальные понятия, все психические понятия, как внешние, то есть, внешнего мира, так и наше внутреннее, то есть, нашего тела, наших органов чувств, наших ощущений – все это будет только лишь тхамами. И здесь получается принципиально иной подход, потому что современная наука нам обычно говорит, что сознание – это продукт, так или иначе, мозгомыслительной деятельности. С буддистской точки зрения все обстоит ровно наоборот. Вот мозг, нейроны, мыслительная деятельность и так далее – это всего лишь модели и концепции плюс тхамы, из которых собирается внешний мир. То есть, у нас получается с точностью, да наоборот, материализм, как бы вот эта материальная картина мира, понимание психики, сознания, мозга вторично по отношению к тхамам. Обычно почему-то в буддологии и в религиоведении понимают наоборот, что тхамма – это нечто за гранью, то есть, вторичное по отношению к нашему мозгу, например. Вот так. Раз я сбился, наверное, это, пожалуй, самый главный момент. Ну и добавлю, что сама идея мира в буддизме, в достижении мира, в отличие от европейского понимания, лишена позиции объекта-субъекта. Потому что мы, субъект, состоящий из тхам, при помощи своих органов чувств, состоящих из тхам, постигает объект, который тоже состоит из тхам, и анализирует его с помощью психических тхам. То есть, мы рассматриваем не отдельно мир, отдельно сместилище, отдельно человека, отдельно какие-то процессы, а рассматриваем весь этот континуум, состоящий из тхам. А в заключение, что еще скажу, к сожалению, отечественная буддология в лице академика Щербатского и потом Розенберга изучали феномены тхам еще в начале 20 века, в конце 19-го. По тибетским источникам, тибетские источники базировались на довольно, с нашей точки зрения, Таравады, поздних источниках школы Вайпхашика, они поэтому в основном только занимались пьедой, то есть проводили анализ тхам, и поэтому Щербатской делал вывод, да, Щербатской, по-моему, о том, что... Как же он говорил, что теория тхама – это полный плюрализм, но на самом деле есть еще сангаха, то есть раздел анализа тхам, который показывает, что тхамы не существуют по отдельности, возникают группами и находятся в причине зависимых отношений, весьма сложно описываемых. Вот, наверное, тогда... Большое спасибо, и особенно за настроение и планирование, которое очень хорошо для начала конференции, где действует не только сознательно, да, а и интеллективно-бессознательно. Какие вопросы есть, да, пожалуйста, Сергей Владимирович? Тхам, спасибо за просмотрения. Я хотел бы, чтобы вы прояснили для нашей истории одну такую вещь. Собственно, в буддизме тхамы не имеют такой спецификациональной основы, такой, что они возникают, исчезают, да, но среди этой списка тхам есть еще и Непана, Нирвана. В то время как Нирвана – это нечто постоянное, вечное, и улучшение. Получается так, что тхама Нирваны тоже что-то как бы... Она... Вот в этом списке четырех параматх Ниббана занимает отдельное положение, то есть первые три группы тхам, это так называемые самхат-тхаммы, то есть обусловленные тхаммы, они имеют характеристиками непостоянства, бессущенность и, соответственно, страдательность или неудовлетворительность, потому что Будда говорил все, что непостоянно, все, что она, то есть духа, то есть страдания. Три группы этих тхамм существуют в силу причин и условий, они причин обусловлены. Четвертая тхамм... четвертая группа всего лишь из одной тхаммы Ниббана, она существует вне причин и условий. Она тоже возникает? Нет, нет, к ней неприменимо высекновение, исчезновение, потому что если бы она возникала, у нее были бы причины возникновения, соответственно, по исчерпанию причин возникновения она бы исчезала. Тогда бы цель буддистского пути была бы несерьезной. При этом Ниббана не является какой-то фикцией или производной, потому что часто в суток, когда люди читают, они смотрят, Будда говорил, Ниббана – это окончание страданий. И иногда понимают Ниббану вот в таком виде, то есть, например, как в стакане чая содержится окончание чая, но окончание чая – это не нечто существующее реально, это концепция чая, реальность, условно говоря, а окончание чая – концепция. И вот таким образом иногда неправильно понимают Ниббана. Ниббана на самом деле, с точки зрения Петхама, это именно праматха, это реальность. Спасибо. Есть еще вопрос? Пожалуйста. Я могу не абсолютно точно процитировать, говорю, я за Татьяна Гитлзбук, да. Такую фразу услышала, надеюсь, по сути скажу правильно, что вот все можно описать вот так и так, и так, а если вы описываете по-другому, то вы не правы, и того, что вы включите в описание, не существует. Ну, там дальше будут ссылки на душу. Отсюда у меня вопрос возник как к этой цитате, так и вообще ко всему докладу. Вот сейчас модным стало слово нарратив. Идет схватка двух нарративов, как-то именно двух. Так вы вообще понимаете, что все вот то, что вы говорите, это нарратив, а не реальность? И по сути, ну вот реальность может быть описана любым количеством совершенно разных нарративов. Или вы считаете, что это не нарратив, а вот то, как вот там, как бы когда-то Будда вот как бы так сказал, это вот так оно и есть. И как это вам передалось? Ну, Буддизм оперирует двумя уровнями истины. То есть, самутий сачи, параматка сачи. Относительно истинно и абсолютно истинно. То есть, к относительной истине обычно относятся, в том числе, конвенциональные какие-то истины, то есть общепринятые. И, естественно, что адхаммах, которые являются параматкой, то есть тем, что существует в реальности, о них мы можем говорить исключительно с помощью, относительно истинно, с помощью концепции. У нас нет другого способа общения, кроме слов. Поэтому, естественно, то, что я говорю, это в некотором смысле, естественно, буддийский нарратив, но он описывает реальность. Вы понимаете, что этот нарратив имеет такой же правой, как многие другие? Или вы все-таки к нему считаете, что он наилучший, наиболее правильный? Разумеется. Разумеется, значит, я не был бы монахом буддийский. Понятно. Я только забавно. Будда говорил, что лучше из путей восьмеричной. И нет иного. Все иное – это наваждение Мары. Самопаде. Спасибо. Мы можем потом продолжить. Я бы только добавил, что реальность никто никогда не видит. Мы имеем дело с реальностью. Еще есть вопросы? Есть. Пожалуйста. Огромное спасибо за доклад. Вы сказали, что между материализмом и идеализмом в той или иной степени проходит то описание, которое вы затем дали. Вы сказали, что эта позиция мне очень близка. И она такой отображает систематический скептицизм в отношении существования души и несуществования души. А дальше вы дали некоторое описание, ну вот именно описание, дескрипцию. То есть непонятно, почему существуют эти дхаммы. Непонятно, почему естественный порядок вещей, он именно такой. Но тем не менее, само описание, не имея вот этого объяснения, выглядит очень убедительным. По крайней мере, видно, что буддисты, когда возникла Дхировада, рассмотрели очень много, до чего европейцы допирали очень долго. С разницей между mind and consciousness, то, что на русский язык приводится как сознание, видна вот в психических дхаммах сознания очень четко. До этого европейцы выходили 1600 лет, наверное. Ну вот, и вот с учетом убедительности этого описания и его скептической позиции по отношению к крайности материализма и идеализма, хочется поверить, что описание верное. Хочется поверить, что этот нарратив побеждает. Но, по-вашему, если начать опрокидывать такое представление о сознании и о мире на научные или философские вопросы, то что нового ваш взгляд на мир может дать? Например, философский вопрос свободы воли, как в свете этих соображений начинает выглядеть? Или, например, научный вопрос эволюции. Вот, по-вашему, изменило бы что-то в картине нашего мира, если окажется, что все это истинно? Спасибо. Ну, на первую часть вопрос или замечание, что я не сказал, почему это так. Ну, как видите, я не успел даже сказать то, что хотел, просто очень мало времени. По поводу эволюции, например, буддизм к этому будет относиться гораздо легче, чем аварамические религии, хотя буддизм это тоже религия, поэтому тут, конечно, свои ограничения есть. Но, как я лично понимаю, в буддизме можно поставить, опять-таки, относительно материализма наоборот. То есть, скажем, что такое эволюция живых существ. Можно так сказать, что с буддистской точки зрения нет, в случае перерождения, нет подходящих вместилищ для новых потопов сознания. То есть, вот те, которые есть, они по своим тактико-техническим характеристикам не подходят. Поэтому нужно толкать, нужно нечто развивать, поэтому происходит эволюция. Ну, в частности, можно вот так сказать. Еще вопросы. Сюда идите, пожалуйста. У меня вот тоже продолжение вопроса, что вначале сказали, что это между идеализмом и материализмом. В конце сказали крайне идеалистический вывод, как вот это противоречит. То, что мозг – это следствие сознания. Нет, я не сказал, что следствие сознания. Это крайне противоречивый вывод получился вследствие того, что я не успел закончить просто свой доклад. Я сказал, что мозг, вот в нашем европейском понимании, как нечто материальное, что продуцирует сознание, вообще говоря, с материалистической точки зрения. С буддийской, так как мы говорим о тхамах, и тхамы первичны, не только тхамы сознания, но и материальные тхамы тоже первичны. Потому что материальные тхамы составляют мозг, вполне говоря. Просто что такое, сейчас прошу прощения, тогда вот буквально, что я не успел сказать в докладе, буквально две ремарки. Что такое буддийский глаз или буддийский мозг – это совершенно не то самое, что в европейском понимании. То есть, например, если мы берем буддийский глаз, то он будет состоять из десяти тхам. То есть из четырех махабхуд, те же апа, вайо, падхаве, то есть земля, вода, огонь, ветер. Видимая, обоняемая, вкушаемая пищевая сущность – это чистая октада, так называемая, чистая восьмерка, которая всегда возникает. К ней прибавляется дживитиндрия – жизненная сила, и к ней прибавляется чаку-пасада. То есть тонкоматериальная рука, которая обеспечивает трансмиссию материальных явлений в психику. Вот это буддийский глаз, который существует микросекунды по времени. Буддийский ум в этом плане тоже самое будет чистая октада, то есть четыре махабхуды, четыре первоэлемента, плюс видимая, обоняемая, вкушаемая пищевая ценность, плюс дживитиндрия – жизненная сила, плюс хадая ватху – сердечная основа, на основе которой возникает умственное сознание. Вот это будет буддийский мозг. То есть он абсолютно не похож на мозг с точки зрения европейской науки. Он будет существовать в микросекунды и будет вновь и вновь воспроизводиться в зависимости от того, по какому каналу поступает сигнал. То есть зрительному, слуховому и так далее. Будет тот или иной вид. Спасибо. Я понимаю, что вопросы еще могут быть, но у нас есть возможность поговорить. Лара, большое спасибо. Давайте еще раз повторяем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.